Я вас приветствую, дорогие подписчики. Мы продолжаем наш проект, посвященный предстоящему выбору Народных Урал. Я представляю вам следующего гостя. Это кандидат депутата Народного Хурала из Луги Калмыкии по калмыцкому одномандатному избирательному округу номер 7 Матвей Ирниевич Нуров. Итак, Матвей Нуров родился в 1961 году в поселке Черный Яр Астраханской области. В 1978 году Матвей Ирниевич закончил Народинскую среднюю школу приютницкого района. С 1979 по 1981 год служил в рядах Советской армии. И в 1985 году окончил высшую следственную школу Министерства внутренних дел Советского Союза. Далее, с 1985 по 1999 год служба в органах внутренних дел должности следователя, оперативного работника. С 2000 года по 2003 год служба Федеральной службы налоговой полиции. С 2003 года по 2009 год работал в Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков. В 2009 году ушел на пенсию. Далее работал в службе безопасности коммерческой организации. Также был заместителем главы приютницкого района муниципального образования. В настоящее время Матвей Ирниевич является заведующим отделом по партийной работе в Коммунистском республиканском отделении Коммунистической партии Российской Федерации. Итак, дорогие друзья, у нас следующий гость это Матвей Ирниевич Нуров. Матвей Ирниевич, приветствуйте. Здравствуйте. Матвей Ирниевич, я знаю, вы являетесь пенсионером внутренних дел, полковник, настоящий полковник. И вот такой вопрос. Почему Матвей Ирниевич, полковник МВД, решил идти в политику? Я знаю, что он не для такого не секрет, вы работаете в Коммунистском республиканском отделении КВП и РФ непосредственно в офисе, давно уже, с 2001 года. И зачем пенсионер МВД идти в политику? И сейчас избирается народный фурал. В партии я поправлю, в партии работают в 2021 году. А, в 2021 году, да. Ну, так уж сложилось, что еще работаю еще лейтенантом, следовательно, должен следовать в Кембульском районе. Я был вынят от райкома комсомола в депутат районосовета. Вот в 90-м году я и стал депутатом впервые там. Потом... А, то есть, вы когда работали в милиции, вы уже были депутатом районосовета? Да. То есть, тогда законодательство позволяло? Да, позволяло тогда. И от РУВД вас направили? Нет, а комсомол направил. А, комсомол, да. Но я работал тогда в районе исследователя. Ну, и с тех пор, до, как говорится, запрета Компартии, я исполнял свои обязанности. Потом, вы знаете, Тарасоветы были упразднены. Ну, и я продолжал службу. Потом, уйдя на пенсию в 99-м году. Я... Меня опять попросили выдвинуться депутатом идти Бурульска уже опять через 20 лет. В же районном инстаграме? Да, районном инстаграме. Я стал опять депутатом. Потом сложил полномочия в связи с назначением меня членом Республиканской избирательной комиссии. Потом, впоследствии, я был депутатом 5-го созыва городского уже совета. Ну, и в данное время я возглавляю фракцию коммунистов в Привиденском районном муниципальном образовании. В районном совете Привиденском муниципальном образовании. Так что... Следующая ступень народных уралов. Да. Это неудивительно. Вытекающая, оттуда вытекает, что следующая ступень называется народных уралов. Депутат народных уралов. Таким образом, все понятно. Вернись, вот вы сказали, во время Советского Союза были депутатом райсовета. И сейчас вы депутат собрания, депутат района муниципального образования. Есть ли какие-то отличия, может, там как-то по-другому все происходит. Потому что вот я делаю свои интервью, и очень много в последнее время вспоминает советские, советские времена, и фоном это идет. И как бы, и не вспоминает там, не хает, а наоборот. Ну, дело в том, что... Вы были и там, и там, разница. У меня есть с чем сравнивать, как говорится. Это же хороший опыт. Все ссылаются на то, что якобы была раньше одна партийная система. Вот отсюда там нельзя было там заниматься больным думством. Как партия скажет, так и будет. Нет, я и с этим не согласен. Там организация самой работы, постановка вопросов, злободневность, все стояло очень четко. Каждый депутат избранный считает своим долгом прийти на сессию, сказать свое мнение. Работа к сессии, вопросы, которые выносятся на сессию, прорабатывали заранее. Я уже заранее знал, какие вопросы, мог пойти туда же к председателю районного совета, поговорить с ним, поинтересоваться, почему именно этот вопрос встал на повестку дня Айфи-Сульме. Эти вопросы, когда сказали, прорабатывались, и сессии проходили довольно бурно. Были вопросы, касаемося и самих депутатов, смело выносились на эти сессии. Ну и организация была довольно четкой. А сейчас как? А сейчас я в Привиденском Ормоне. Я в Привиденском Ормоне, ну а сейчас есть ими сравнение сделать. Туда пришли ребята, я их половину знал, половину не знал. Но у меня такое ощущение, они даже не совсем понимают, зачем они туда пришли, каких из них права, полномочия. Никаких вопросов никогда не задают. Интересно. Все так тук. Все, да, поднимают дружно. Ну я знаю, некоторые депутаты в куларах там приходят и говорят, вот вы подняли вопрос, это правильно. Я говорю, а что же вы не скажете? Ну, как правило, там же перечень собрать, собирает партийное, как или руководство, или как называется, и даются консультации, в каком росте все это осматривать. Заранее все обсуждать, но без вас. Ну, конечно, без нас. А когда стоит острый вопрос, они начинают уже прозревать, потом начинают говорить, действительно, нам так сказали, нам проголосуйте, это надо там, в интересах района, там все остальное. Ну, и мне такое ощущение, надо складывать, что некоторых депутатов, особенно молодых, используют в темную просто. То есть разница огромная? Я бы сказал, нет той четкости, нет эффективности. А вот, знаете, степень ответственности тогда депутата райсовета и степень ответственности сейчас в этом отличается? Как он несет свои обязанности? Ну, конечно. В те времена депутатом быть было почетно. И настолько это было, я вам в своей практике депутатской тех времен приведу случай. Я должен был ехать в командировку, я уже, по словам важных делам, был уже в аппарате МВД работал, и должен был ехать в командировку. Значит, все готово. Меня вызывают министры и говорят, ты куда собирайся? Я говорю, ну, вы же подписали, я еду, например, в Саратов. Мне, говорит, звонил глава районного совета. Председатель районного совета? Да, председатель. Нет, председатель районного совета народу депутатов. И сказал, что твое присутствие очень желательно. Он сказал, так, сдавай билеты, едешь на сессию, а в командировку полетишь самолетом. Вот такие вопросы так решались. Я съездил, был на этой сессии. То есть обязательно явка? Ну да, но когда вопросы решались какие-то коренные, то явка всегда обязательно. Уже откладываются и такие дела. Ну, доходил на таком уровне, эти вопросы решались. Очень интересный этот нищ. Вы сейчас сами напомнили, что вы были представителем КПРФ, избирать по комиссии Смой-Камытии. На сегодня у КПРФ нет представителя и, по-моему, ну да. Оксана же вас заменила, да, в то время? Да. А потом у меня нет. У меня вопрос вот такой. Хотел просто поговорить. Помните 19-й год? Помню. Ваши вкратце выводы, закон заключения по итогам муниципальной фельдции, когда нам сыром уже не допустили. Я просто был юристом, я помню, мы с вами работали. Да, 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 я помню на это. Все тогда и началось. Когда я был, кстати, я в состав этой рабочей группы напросился сам. Там были все еинороссы. Я поднял вопрос, а почему? Я, например, не могу там... Рабочий выпуск по приему документов? Да, там называется прием документов и иные, там, кандидатские документы и иные, там, и сами знаете, там много очень, перечень документов очень велик. Но проголосовали, и я встал. Ну, я помню эти случаи, когда этот случай, возмутительность, когда этот случай произошел, и тогда я был вынужден выступить и не согласиться с таким подходом. Я сразу вышел и сказал, и что сподвигло меня не соглашаться, ну, как человек, если человек начинает с добрых дел, да, с честных шагов и все остальное, это уже одно. А если с самого начала начинаются вот эти, как говорится, левые движения, ничего не подвещало, ничего этого. Я считал, что будет честные выборы, достойная победа, авторитет, все возрастет и все пойдем по нарастающей. Но когда я посмотрел это, потом посмотрел и увидел эти документы, и когда увидел среди кандидатов от главы... Да, кандидатуру Орлова Асима Радовича, я тогда понял, что... А, все, понял. Зачем я это делаю, что это делаю? Совет Федерации. Да, да. А от главы там было написано это самое. Хороший опыт это нахождение, быть членом избирательной комиссии. Конечно. Это огромный опыт, да? Конечно. Несмотря на то, что так было в 19-м году, но мне кажется, для меня это вообще опыт огромный. Мне поразило, знаете, что по закону избиркомы любых рангов, там, ступеней, они призваны только заняться организацией и помочь в этом, не будучи политизированным. У нас же все наоборот. Все делается для того, чтобы отдать какие-то предпочтения одной партии в ущерб другим. Я сказал, я неоднократно выступал и говорил в лицо, обеспечьте равенство этих партий. Как вы думаете? Это не ваше... Как вы думаете, до сих пор так? Не знаю, не могу сказать, но у нас доходило до... Смешных... Не смешных сказать, а... Курьезных. Да, курьезных. Они начинали залазить уже, когда им надо. Устав реализовать начали партии, там, очередность, ну, внутренний распорядок или так, алгоритм действий по выдвижению, по этому, по этому, по порядкам, кто-то первым, кто вторым, кто третьим, остальное. И говорили, этот не может быть, этот может быть, хотя я считаю, что это дело внутри партийное. Да. Ну, конечно, это говорил, кто там угоден, кто не угоден. Да. Кто может просто молчать, быть просто депутатом, а кто-то может задавать вопросы, которые... Да, я не случайно задаю этот вопрос, поскольку я там прям был тогда участником, и именно там у меня тоже что-то там с хорковых нога внутри него. Я начинал здесь, и это вылилось так не и передача. Да, правильно. Курьезные. Давайте вот вы, как коммунистский кандидат, депутат и полковник, как вы смотрите, как обыденный житель, да, республики Калмыкия, как вы гарактеризуете у нас положение дел в республике Калмыкия, а именно социально-экономическое положение, поскольку на сегодня это очень важно, и сегодня наша страна такие тяжелые времена испытывает, соответственно, и наша республика. Наша республика в десятку ходит в регионах, в беднейших, да, скажем, у нас есть ИПР для этого было создано. Что вы скажете по этому поводу? Вопрос, конечно, очень интересный, с одной стороны, как раз он уже простой, но это вопрос, с какой стороны смотреть, или под призмой каких-то дел. Раньше я, конечно, был глубже, были знакомые, там работали, все, я знал, больно. Сейчас я ничего не понимаю, что там творится вообще абсолютно. Есть, возьмите, с призмы действующих властей, видимо, все идет по плану, я так думаю. В этом меня... Вы так думаете, или они так подают нам? Да, подают так нам. Я говорю, со стороны властей, если смотреть, вот это как вот газета вышла, я это читаю, она считалась такой забойной, наверное, где представитель правительства описывал нам, как мы живем хорошо. Ну, Недана Герасимовна, да. Я почитал, но когда увидел, что там написано, что там 37 тысячи на среднюю зарплату, или сволики, я сразу эту газету отложил, потому что дальше я сразу понял, что будет. Ну, потом успокоился, начал читать. Опять же продолжается приукрашивание нашей действительности, мнимое за действительное, хотя на самом деле мы-то знаем, простые люди, что это совсем не так. Стоит, почитаю газету, потом загляну в холодильник и посмотреть, соответствует ли это действительно или нет. Я тоже рядовой житель, у меня есть семья, четверо детей, трое внуков. В силу разных обстоятельств они здесь не трудятся, потому что вынуждены работать тоже за пределом республики. Но я-то здесь. Почему я, как говорится, стал активно заниматься этим вопросами, чтобы потом дети не сказали мне, это было при тебе, ты работал в правоохранителе. Не поздно начали заниматься? Да не поздно, что я занимаюсь, когда был запрет, я не занимался. А когда запрет уже, я уже на пенсии, у меня был урка разрез, тогда я пошел. А так я не мог просто в силу того, что я служил, был в пропагонах, я не мог этим заниматься. Верно. Да. А потом я вышел на пенсию и начал в открытую высказывать свои взгляды на события, которые происходят у нас в республике. Если смотреть там на отчет, или как не отчет, как говорится, а этот предвыборный номер этой газеты, конечно там все прекрасно. У нас всегда так бывает, приукрашивают нашу действительность, но проблемы из-за этого сами по себе не рассасываются. О том, что у нас ждет коллапс в ЖКХ, я еще писал статью, будучи кандидатом в городской совет, я даже помню название-то, статья называл «Семь вопросов депутата». Как он выехал? Это был 15-й год. Восемь лет назад? Да. Я тогда так же сказал, если мы каких-то экстренных мер не принимем, наш коллапс ожидает в течение вот этих надо срочных принимать. Но чуть больше продержалось. Я считаю, что это со светом, водоканал, с водой и все остальное. Это было неминуемо, я считаю. Все об этом знали. Почему? Ну, вопрос о том, что трубы имеют ли у нас изношенность 8% знали все на тот вопрос. Восемь или восемьдесят? Восемьдесят процентов. А о том, что водоканал, муниципальное предприятие пытались в 15-м году уже прибрать к рукам, тоже все знают. И, конечно, вопрос поднимался о том, чтобы передать это в оперативное управление в Волгоградской фирме. Из-за этого на сессии этот вопрос осматривался. Причины или же побудившие уйти на такой шаг, это была неэффективность работы этого предприятия. Я задал вопрос, в чем заключается это. Сказали, что муниципальное предприятие водоканал имеет задолженность 200 миллионов рублей. Но при этом водоканалу водоканалу энергосириев должен был должен быть опять же эти 200 миллионов. Трудовой коллектив, в котором нас число около 300 человек. Я сказал, как это понять, неэффективны не эти предприятия, а руководство. Да, мы их и дебютурка, и их тоже. Этот вопрос можно решить и сохранить это предприятие. Я сказал подседству, ничто не убедило меня, что водоканал работает неэффективно. Против этого решения проголосовали депутат Бурнинов, Абушинов, а все единороссы проголосовали за. Чтобы передать все управление? Но потом этот вопрос как-то сошел на нет. Видимо, поняли, что будут вопросы и все остальное. Будет реакция. Ну, а в данное время сами видите, коллектив продержался, и заслуга, я считаю, что так долго продержался в рабочем состоянии, более-менее, это заслуга не руководства города, там, республики, это самоотверженный труд простых работников и руководства водоканала. Это было неизбежно. И таким образом, я еще раз заговорю, у нас продолжается вот эта целенаправленная работа по уничтожению признаков субъектности нашего региона. Что вы имеете в виду? Я имею в виду, что где находится главный офисы предприятий кредитно-финансовой системы, подачи распределения электроэнергии, частично газа, все находятся за пределами. У нас некому обращаться, некому апеллировать. Вот водоканал, который был, это был последний островок, где мы могли, у нас были какие-то лучшие влияния, мы куда могли обратиться. Нам говорили, это предприятие, которое будет заберет под своего начала водоканал, обещает, что он не будет тарифов по всей все остальное. Я сказал, это вопрос времени. Сменится руководство, тот новый руководитель придет и скажет, я вам ничего не обещал, так что извините. Это было по-новому. Да, это было бывает всегда. Потом второй вопрос стал о том, что у нас часто говорят, вот пришел новый руководитель, все остальное. Я так замечаю, когда руководитель приходит, нового, например, назначаемый, начинает людей подбирать под себя и по одному только признаку личной преданности это говорит о двух вещах. Или он не уверен в себе, или решил заниматься неблаговидными делами. Других, я объясню, просто-напросто или нет. При этом профессионализм, образование, это уже уходит в сторону. А что это вообще? Главное, главенствующий этот принцип это личная преданность. И вообще я говорю как касаемо руководства. Я там никого не знаю вообще. Я знал родителей некоторых. Давайте поговорим о руководстве исполнителя. Как вы оцените деятельность? У меня трудно оценят, потому что реалия не сходится с действительностью. Не реалия, а то, что пишется в газетах в наших СМИ не сходится никак никаким образом с тем, что можно увидеть и пощупать. Когда стал вопрос о том, что когда назначается такая информация протекла, я уже не помню до или после, но то о том, что к нам главой идет Бату Хазиков, начали звонить. Начали звонить друг к другу узнавать, как-то на этот мотор, Бату их идет. Я сказал, не худший вариант. То есть вы даже неудовывали? это не худший вариант. Учитывая то, что он некоторое время был депутатом Хурала нашего, потом некоторое время в течение двух лет сенатором, я сказал, может, человек уже обтерся, какие-то связи есть, все остальное, соберет нормальную команду и все будет нормально. Не боги гашки обжигают. То, что он спортсмен. То, что касается личного отношения, тут надо отделить мух и котлеты. Я лично как спортсмен уважаю до сих пор. Нет такого человека, который произошел уже в спорте высоких достижений его. Он сравнялся для меня с Балзановым и с Балдашиновым. То есть Калмыкова? Да, я имею ввиду, да. Тут краса и горесть, разговора нет. Портрет Бату Сергеевича Хасикова из какого-то обложки кого-то журан, название не помню, где он, его портрет имелся, в красном галстике. Я повесил в комнате своих сыновей и сказал, вот вам пример для подражания. Простой парень в слагане стал чемпионом мира. Да и вообще при случайной встрече, будь то это в салоне самолета в торговом зале гипермаркета. Я обязательно считал своим долгом подойти к нему и поздороваться молча и не представляясь. Просто из-за уважения. сейчас в коммунском обществе, ну по крайней мере в политическом области, такой фоном стоит запрос на объединение, объединение всех политических сил, элит, так называемых, для того, чтобы стать все вместе и действительно идти по пути развития, чтобы наконец-то это слово нелюбимое прийти к процветанию. вот так вот. Как вы на это смотрите? Я всегда стоял за то, чтобы здоровые силы всегда были объединены, потому что в одиночку эти вопросы решить никак невозможно. Просто напросто в силу того, что там задействовано очень много механизмов, связанных с законодательством и все остальное. За то, чтобы мы объединились, депутаты имеют в виду, я еще говорил, как говорил в 15-м году, в своей статье, которая называлась «Вопросы депутатов», которая была, кстати, не опубликована по какой-то причине, я там призывал всем объединиться, независимо от партийной принадлежности и решать эти вопросы сообща. Колумбки у нас одна? Конечно, колумбки у нас одна. А вот это одеяло, передернил одеяло со стороны партии, я их просто иногда не понимаю. Они устраивают иногда из сессии какой-то межособочек, зная о том, что у них большинство, они заранее, иногда наперекор здравому смыслу, принимают законные положения. И все за это голосуют. Я встречаюсь и говорю, если вы такие смелые, возьмите и решайте вопросы без нашего участия сами, возьмите ответственность на себя. Зачем это делать? Вы знаете, что большинство у вас в этом договорились, вы не даете даже слов сказать, да? Ну, по крайней мере, пропонировать какой-то вопрос или чтобы не разветить суть принимая его решение. Я понимаю, то есть, я сейчас по-аде тоже, то есть, вы тоже, как и все многие, за объединение, чтобы Калапамыки у нас одна, надо идти, начинать развиваться. Вот это вот. Всегда только за, я был только за это. При любых обстоятельствах я всегда был за объединение и консолидацию общества. Вот это началось с регистрации, подачи вот этой замашки. Ну, с фирмакетра. Да. Потом начал через колено ломать депутатов, помните, кто фильтром делал? Я понял, что честной борьбы не будет. Да, я тоже, наверное, задерживался и я писал просто по избуке. Да. Ну, честно говоря, вот положа руку на сердце, я думаю, он бы выиграл эти выборы. Я тоже в этом не думаю. Честный бой он бы выиграл это. Но кто сподвинул пойти на такие шаги, у меня до сих пор остается. Я думаю, это не его решение было. Это решение было тех, кто за ним станет. И вот с тех пор я понял, что это не... короля делать свита. Правильно? Сейчас про свита давайте поговорим. Я там, честно говоря, никого там не знаю особо. Знаю родителей руководителей, чиновников, все остальное. А больше для меня это тайна за семью замками. Чем занимается? Ну, доходят слухи, но я непроверенную информацию никогда не пользуюсь. Ну, доходят слухи там, когда приходят, какие вопросы решают. Но ничто не решается по инициативе самих министров, все остальное. Все смотрят, кто даст команду или кто там подскажет, что надо делать. Инициативно ничего не делается. То, что касается этих непосредственно выборов. Я думаю, все сейчас находятся в растерянности. Понимаете? Я не знаю, во что это выльется, но то, что у нас руководство находится в растерянности, это видно. По настроению людей, по состоянию дел. коммунальный коллапс сегодня. Конечно. Проблемы. Некоторые скажут, вот там как раз на руку нам все такое. Я не готов или никогда не делать так, чтобы завоевать дешевый авторитет на страданиях людей или там на каких-то болезненных ситуациях, когда воды нет, некто помыться, на работу должен не побриться. Самое главное у нас страдает кто? Сельский житель. Подумайте, если воды нет. И вообще, то, что касается почему я пошел в депутат. Вопрос. С какой целью ведете? Не понял. С какой целью ведете? А, с какой целью? Конечно, цель одна, чтобы немножко улучшить жизнь. Я не думаю, что мы сделали какие-то прорывные вещи, но самая главнейшая животорпевающаяся задача, которая стоит лично передо мной. Это вопрос водоснабжения республики. Это я не понимаю, каким образом это можно объяснить, что в течение 30 лет мы не можем эту проблему решить. Для меня, честно говоря, это нонс. Мы решили, если его оконки. Тем более, у нас сейчас складывается благоприятная обстановка в связи с тем, что федеральный министр Козлов, он является нашим куратором нашей республики. Это введение которого эти вопросы находятся. Я вот считаю, если вопросы не решить, за эти 5 лет, грош нам цена. Берите, я говорю, берите, я еще и говорил, берите профиль на министра, покупайте в Москве раскладушку, прорвать приемную и хотите там начути, но этот вопрос должен быть решен. я не думаю, это только подача. Хотелось бы, что это было при нашей жизни. Когда не будет, конечно, прогресс возьмет свое. Будет у нас асфальт, будут стоять супермаркеты, будут у нас аэропорт, все будет. Но хотелось бы, что это было при нашей жизни. Прогресс свое возьмет. Второе... Вопрос когда? Да, вопрос когда? Некоторые уже вышли из этой жизни, так и не увидев обещанного. И вопрос того, все понимают, что у нас республика степная, засушливая. Вода это источник всего. В решении, я считаю, решение вопроса водоснабжения потянет всю социалку с собой. Без воды ничего нельзя делать. Мы много вопросов ставим о пустыне и все остальное. Не будет воды и мы ей этот вопрос не решим. Чтобы какие-то насаждения сажать, надо их поливать, надо их сделать и все остальное. Всю социалку потянет, значит, люди начнут заниматься КФХ заниматься, сейчас с водой поможем, заниматься скотом, подсобным хозяйством, огородом, сады и все остальное. Все потянется. Жизнь, я уверен, что она... То есть это самая актуальная глобальная проблема? Для меня это сам актуальная. Иван Андреевич, у нас осталось немножко времени, давайте поговорим о ваших оппонентах. Я вам сейчас продиктую. Азизова Роман Нурдинович, РО, РПСС, Азай Иван Матевич, Попроводливая Россия, «За правду», Брюханова Надежда Григорьевна, партия «Новые люди», Михаил Артем Васильевич, «Единая Россия», Нансинов Геннадий Ильич, ЛДПР, Нур, ну и вы. Знакомые делиться? Шесть человек на один округ. За исключение, давай все с вами знакомы. Это люди непосредственно с Плютинского района? Нет. Не только с Плютинского района. Как относитесь, считаете ли достойные кандидаты? Кто ваш основной? Кого считаете основным соперником? Нет, я считаю, что это некорректно. Так что я думаю, сейчас без комментариев. Без комментариев. Попроводливая Россия, спасибо, Азизова Роман Нурдинович. я забыл, моя вина, нам необходимо разъяснить, что, что, что такое территориальный избирательный округ номер 7, что туда входит. Это Плютинский район полностью? Так, Плютинский район, входит туда полностью. Кроме туда еще вошли поселки Аршан, Солнечный, Максимовка, Лала. И южная часть города Листы, это водоразделом условно является улица Аршанская. Если с центра города смотреть, это правая часть Кобылячьей балки, знаете, где это? А, все, понял. Вот так лучше будет, Тут туда, южная часть. С правой стороны, в сторону Плютинского района, вот эта часть, она от города входит в наш округ. Понятно. Ну, для всех, в сторону ЭТУСа, если смотреть в ту сторону поста, вот эта часть будет относиться к седьмому федеральному, 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 играть в округу. В округе. Малин Ищич, я думаю, будем завершать, и я всегда кандидатом, своим гостям, представляю пару минут, чтобы, чтобы что-то пожелать нашим подписчикам, сказать добрые слова в этом духе. Я хочу, чтобы у нас обещания, чтобы не давались такие, мы знаем, эти прожекты и с портом, и с космодром, что только у нас не обещали. Надо осознавать реалии нашего времени, положения нашего. Верить надо, конечно, без веры никак нельзя, но верить надо с головой, верить людям, которые действительно что-то делают. А то у нас бывают депутаты, и 20 лет сидят, и 25, одно и то же обещают, но реально нет. Ну, хочется верить в лучшее жизнь, да. И вот это мне, когда люди обманывают неоднократно, потом ходят и даже встретиться с ним не могут, потому что он-то обещал, он с округа в округ бегает там, и 20, 15 лет сидят они депутатами. Просто надо призабирать по другим округам. Я бы хотел, чтобы люди проголосовали не только сердцем, но и головой. Симпатия, антипатия, я все понимаю, родственные связи, все остальное. Но пока мы не будем подходить к решению этих вопросов, как говорится, честно и продуманно, а не кричать просто лозунги, никаких движений не будет. И усилить надо контроль. Контроль, пообещал человек сказать, надо прийти и сказать, обещал, давай, что в этом движении, а депутат, если не получается, то не надо прятать от выбирателей, надо прийти и сказать ситуацию, объяснить. Депутат, у него уже не в кармане деньги находятся, он выложил и все сделал. Депутат, он может решить, только вопрос поставить на уровне хурала. Хурал пользуется этой инициативой своей, законодательной, выйти на государство, и так далее. А то некоторые думают, что депутат может сам в одиночку решить вопросы с дороги, все стороны. Если кандидат и депутат это обещают, не верьте этому, эти вопросы невозможно шить в одиночку. Спасибо, что пришли. Спасибо.